Останки солдат, части оружия и предметы личного обихода. Поисковики из Североказахстанской области вернулись с вахты памяти, проходившей в Новгородской области Российской Федерации. В музее клуба «Саланг» хранится более двух тысяч экспонатов, найденных на полях сражений. О новых находках узнаете из нашего сюжета. Основная задача поисковиков – обнаружить останки солдат, павших в Великую Отечественную войну, чтобы придать их земле на мемориальном кладбище. В этом году международная вахта объединила представителей порядка двух тысяч человек из различных стран. Наша задача приехать. За сутки мы тратим только установку лагеря, потому что весь быт начинается от лагеря. Потому что работа очень тяжелая и трудоемкая, надо ходить по болотам и вечером. Самое главное для нас было, ну наше сооружение – это традиционная баня. Мы с немецкого блиндажа сделали баню и каждый день, приходя из работы, чтобы можно было и сполоснуться, и постираться. И все зависит там от нашего физического труда. В этом году североказахстанцам удалось поднять останки одного бойца, а силами всех участников экспедиции найдены останки 135 солдат. Среди находок и неразорвавшиеся снаряды, боеприпасы, части посуды, солдатские каски, медальоны и кресты. Среди них и печка вермахта, сохранившаяся спустя почти 80 лет. Просто какая конструкция была 80 лет назад, и что, как и сейчас, печки почти ничем не отличаются. И они, конечно, из рук в руки переходили. Если наши немецкие окопы занимали, блиндажи, то они отапливались. Потому что в 1942 году морозы доходили почти до 48 градусов мороза. И выживали наши солдаты и вермахта. Уже больше 30 лет североказахстанцы участвуют в поисковой экспедиции. Новгородская земля хранит в себе еще многих погибших в той страшной войне. А потому свою деятельность поисковики планируют продолжить и на следующий год. Наталья Аитова, Михаил Казначеев, Служба новостей.